Собственно говоря, идея возникла давно, она витала в воздухе уже много лет. Были попытки неких объединений у нас среди дистрибьюторов. К сожалению, на первом этапе в те годы они не увенчались успехом, потому что было какое-то непонимание у многих важности объединения. Бытует мнение, что в силу того, что мы конкуренты, мы не можем сотрудничать. Я считаю, что это совершенно в корне неверно, потому что есть огромное количество интересов общей. Как ни крути, мы находимся на одном пространстве, пусть это уже бизнес-пространстве, Тем не менее, можно учитывать аспекты работы каждой компании, которая участвует в объединении. Есть много вопросов, которые всех волнуют. Начиная от доставки таможни, взаимодействия с медиа, взаимодействия с какими-то государственными органами, которые работают частенько, в общем-то, влияют на ход наших мыслей своими вмешательствами в бизнес. Потому что основная речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса. Несколько лет назад, на одной из последних выставок, в которой я участвовал в Эрисе, мы собрались четыре компании. Был вице-президент на этой выставке Хайнс Саити немецкая, господин Маннингер. Мы побеседовали на эту тему. Он говорит, конечно, я был очень рад, если вы наконец соберетесь с силами и объединитесь. Потому что у вас очень много общего, несмотря на... Есть и разность, в том числе, интересов. И пытались найти некую общую платформу. В конечном итоге пришли к выводу, что общей платформой может стать только выставка. Прежде всего, на первом этапе. Так и произошло. Шесть компаний стали соучредителями ассоциации. Зарегистрировали когда-то ассоциацию. Мне предложили стать сначала председателем, потом, в принципе, документально оказалось, что я еще исполнительный директор. И мы начали работать, обдумывать концепцию выставки. Вот нынешний оргкомитет, в этом составе, в котором он существует, там Елена, Галина и я, предложили некую концепцию и название, да, Москва Хайм Шоу. Были возражения, были на предложение там назвать аудио-шоу. Я был против, почему? Потому что произнося аудио-шоу, это похоже на ауди-шоу, да. Как будто это связано с автомобильным бизнесом. Хотя существуют аудио-выставки. Вот. Написание выставки вызывало тоже у многих, так сказать, вопросы или протесты в той или иной форме. Потому что сокращенное написание, вот, но тем не менее мы аргументированно это доказали, потому что кликабельность там сокращенного названия в два раза выше там в интернете, чем полного названия. Иным аргументом было также то, что существует хай-фай, да, хай-фай – это сокращение общепринятой нормы уже во всем мире, да. Никто же не пишет хай-фиделити, да, все пишут хай-фай. То же самое и с названием хай-энд. Поэтому, в общем, в конечном итоге все мы как-то затвердили это название, и возражений больше не было. Затем мы сделали сайт. Шло это дело немножко с трудом, с опозданием неким, но тем не менее все-таки сделали, и запустили мы ее в самом начале июля. Работа очень сложная, очень трудная, очень много такой рутинной работы, которая, понимаете, вот когда участвую в выставке, все как бы хорошо. Некий такой праздник, заехала и потом поучаствовала в несколько дней выставки, выезжаешь, вот, и возвращаешься к обычной работе. Организационная работа, она таит в себе очень много таких подводных камней, вот, всяческих там пеньков, да, через которые можно спотыкаться, да. Но вот приходилось обходить все это, вот, и, в общем-то, достаточно, может быть, иногда в более жесткой форме, да. Почему? Потому что иногда не было единственного мнения. Этого сложно достичь, потому что многие считают себя самодостаточными людьми, я имею в виду владельцев компаний. Поэтому нужно было использовать некий такой, может быть, уже на том этапе административный ресурс, то есть влияние, да, как председателя и директора ассоциации к обладающему полнотой власти определенной. Потому что груз ответственности еще очень высокий, он предполагает, соответственно, все остальное. Вот. За эти пять месяцев, выставку мы сделали за пять месяцев, вот, и я постоянно наблюдал сам процесс работы. Пришлось забросить основной бизнес, потому что совмещать это безумно сложно, физически и психологически очень тяжело. Ну, в общем-то, вот, то, что получилось, то и получилось. Выбор отеля был, в общем-то, не случайен, наверное, потому что первый раз, когда мы здесь оказались, вот, мы посмотрели, мне очень понравилась атмосфера. Персонал очень понравился, очень вежливый, очень воспитанный, воспитанный персонал, отзывается практически на все просьбы. Отдел продаж отеля тоже, в общем-то, был на очень хорошем, достойном уровне. Вот. И было мнение, что, может быть, рассматривают альтернативные варианты, в том числе и Ирис, и Аэростар, в котором выставки проходили. У меня было твердое убеждение в том, что новая выставка – это новое место. То есть, как бы, начинать все с чистого ресторана. В общем, в конце концов, так и получилось. Я думаю, что все, кто участвовал в выставке, на сегодняшний день, очень довольны выбором. Все отмечают именно место, да, вот этот отель с мировым именем, это все-таки мировая сеть «Холидейн». Вот, просторная комната. Атмосфера здесь такая особенная. Вот. Рядом такие исторические места, там Новоспасский монастырь, Крутический матерек, Теремок, собственно говоря, это такие намоленные места, да, там есть говорить об этом, да. Вот она, в общем-то, как-то давала силы и помогала. Ну, что еще, о работе можно много говорить, потому что это, рутину ее все не расскажешь, да, и не следует об этом говорить, потому что важен результат, да, слов ведь много можно говорить, а нужно судить по делам, то есть по результатам. В принципе, вот сейчас все, выставка, когда уже состоялась, можно констатировать в том, что с точки зрения рекламной кампании мы попали в точку. То есть мы попали на целевую аудиторию. И реклама на радио шла весьма, так сказать, продумана, да, продумана радиостанция «Феном ФМ», «Классик», «Рок ФМ» и «Бизнес ФМ». Затем непрофильные порталы, это «Ведомости», «Форбс» и «Ньюс Роком». Из профильных мы использовали там такой есть форум, это «Саундекс», подключались еще другие там издания. В основной массе люди понимали, о чем речь идет уже, как ни странно, да, уже на первом этапе. И уже звонки были первые там несколько месяцев назад, когда у нас на сайте появилось это все. Стали люди позвонить, задавать вопросы. Что это за выставка, когда она будет проходить, вот, и какое направление это выставки. И также была еще задача, в принципе, мы решили структурировать выставку, то есть только премиум-сегмент, стерео преимущество. Может быть, я думаю, на выставке, наверное, пару кинотеатров, если найдете. Это то, что уже культивируется многие годы, например, на Мюнхенской выставке. Прежде она проводилась во Франкфурте. Практически там найти кинотеатр невозможно. Это другая, немножко, не другая сфера деятельности, хотя они, в общем-то, очень близки. Подход, собственно говоря, важен. Поскольку, вот, мое твердое убеждение, что хайминг это не аппаратура за какие-то деньги, это сам по себе подход. Подход к делу, подход к формированию того или иного, то есть системы и чего угодно. Это просто подход. Но поэтому то, что получилось, то и получилось. Дистрибьюторы подходят, говорят спасибо огромное за проделанную работу. Все люди, в общем-то, стали уже, может быть, с большим пониманием относиться к проделанной работе. Ну что ж, я думаю, что, наверное, можно констатировать, что не зря были потрачены 5 месяцев. Более того, я хочу сказать, что для меня это был полезный опыт с точки зрения того, что общение с коллегами разных уровней, молодые компании, старые компании, люди, которых я давно очень много лет знаю, с которыми у меня очень хорошие отношения, с которыми у меня не очень хорошие отношения. Я выработал для себя определенную позицию. То есть нейтралитет, да, нужно быть нейтральным, как в Швейцарии, да. Почему? Потому что правила должны быть для всех едины, в том числе и для меня, как организатора, и никаких преференций. Вот, поэтому, я думаю, поэтому и получилось. Администрирование выставки тоже прошло на хорошем высоком уровне. Взаимодействие с отелем тоже было прекрасно. Ну, собственно, вот все о выставке, что я могу сказать достаточно. В алюминии сжатой форме. Может быть, какими-то планами поделитесь? Ну, насчет планов, вот сейчас уже, да, буквально. Там за час, за два. И вчера уже вечером люди подходили, когда у нас была торжественная часть, посвящена была проведению выставки. У нас прошел концерт, и небольшая торжественная часть. И люди подходили и задавали уже вопросы по поводу следующей выставки. У всех есть искреннее желание продолжать, чтобы выставка продолжалась. Один дистрибьютор, мой приятель, подошел, пошутил, говорит, люди не хотят уезжать с выставки. Давай, говорит, что-то дня на четыре продлим. Я говорю, ну, я говорю, это не по-собому, это невозможно. Поэтому, вот. Ну, так, конечно, ощущение хорошее, но, конечно, колоссальная усталость. Потому что груз ответственности, наверное, я просто поприводит в своей очереди ответственный человек. Я себе берусь, и все люди, которые работали в оргкомитете, они неспроста они были в оргкомитете. Потому что это люди, на которых я всегда могу положиться. Очень ответственные люди. Благодаря этому, собственно говоря, выставка состоялась. Что будет в следующем году? Надо посмотреть, у нас будет отчетно-перевыборное собрание, вот, ассоциация. Вот, пусть ассоциация решает. У меня есть определенные предложения, связанные с организацией, с дисциплиной в рамках всего нашего бизнеса. Если это будет принято, может быть, тогда я буду продолжать. Если это не будет принято, пожалуйста, я, собственно говоря, не горю желанием, там, как-то чем-то рулить и руководить. У меня есть еще свой бизнес. Потому что эта выставка все делала с наголом энтузиазмом. Мне вот, многие, наверное, поверить не могут в этом. И тем не менее, это факт. Так что, вот.